И всем привет, друзья! С вами снова Нарубик. И с чего бы я хотел вообще начать эту серию? Ну, у меня увели аккаунт. То есть да, я вот буквально на днях готовился к серии. То есть, ну, решил немножко поукрашать всё. Как видите, заняло это на самом деле очень много времени. Подготовился здесь к серии за кадром. Наделал просто кучу всего и... Захожу, собираюсь садиться уже снимать. А понимаю, что войти в аккаунты я и не могу. Пытался некоторое время всё это восстановить дело, но... Как-то очень уж безуспешно. Но не будем расстраиваться, не будем о грустном. На самом деле ничего страшного не случилось. Самое страшное это, конечно, все квесты у меня слетели. Я восстановил их насколько смог. Единственное, что сторожи не стал восстанавливать. Тут ладно уж, цепочка была почти законченная. Только контроля слейва не было. Но, думаю, это уж ничего страшного. За кадром всё восстановил. Карту я, слава богу, сохранял бэкапы. Так что всё осталось на месте. Но, давайте уж приступим к тому, что же у нас случилось за кадром. Во-первых, естественно, декорации. Как вы уже заметили, немножечко так тут подкрасил нам всю атмосферу. И подготовил одну небольшую комнатку. Зачем она нам нужна, я покажу чуть позже. Правда, использовать мы её спойлер будем немножко позже. Не точно не в этой серии. Но покажу, для чего она нам нужна и расскажу. Дальше, что ещё сделал. Я передвинул здесь всё немного вбок. До этого было совсем уж неудобно подходить к нашему дроверу. Смотреть, что у нас выпало, что не выпало. И я решил всё это поменять. И сделал небольшую систему сортировки. То есть, чтобы всякий лишний мусор, которого вот здесь у нас получается весь дроп с мобов. Но из них часто выпадает всякий мусор. Вот по типу, например, той же брони. Она мне абсолютно не нужна. И также лутбэги. Здесь они мне вообще не нужны. Они у меня сразу же перерабатываются в этой вот штучке. Лутбэг сторож. Здесь они передрабливаются, так сказать, в монетки местные. И потом за них можно покупать уже легендарные лутбэги сразу. Я это сделаю. Но не прямо сейчас. Да, нам это тоже понадобится. Но чуть позже я попробую всё-таки их пооткрывать. Ещё за кадром сделал вот такой мешочек хранения. Всё круто, конечно. Но вообще-то на старом аккаунте у меня там лежали все мои инструменты. Все крутые тинкеровские инструменты. Так что нам придётся скрафтить что-то новое. Но я тоже сделал это за кадром. Жалко, конечно, свой меч на бихейдинг. На удачу и вообще кирку на удачу. В общем, ужас какой-то. За кадром я стоял настолько долго, что у нас появилось аж 2-6 раз сжатых коблстоуна. Так что ещё чуть-чуть. Но на самом деле вообще не чуть-чуть. Потому что там надо 1 раз 7 раз сжатого коблстоуна. Чтобы выполнить квест. Если не понимаете о каком, я сейчас покажу. Это я о Deep Dark Portal. Да, здесь на самом деле какой-то вообще бешеный крафт. Не знаю, как долго мы к нему будем идти. Но надеюсь, однажды придём. Что вообще сегодня мы хотим сделать? Сегодня хотелось бы закончить наконец-то с генераторами. То есть нам осталось скрафтить, кажется, всего 3 генератора. А, нет. Нам осталось скрафтить 4 генератора. Но один из них это опять же эндовский. И в него мы не можем попасть, пока у нас нету портала в энд. Это, конечно, не проблема. Как раз, кстати, та новая комната у нас для портала в энд. Который мы сейчас и скрафтим. А здесь за это время накопилось уйма просто инфериумной эссенции. Я даже не знаю, насколько нужно улучшение нашему магматик-генератору. Потому что, ну, поле абсолютно всё собрано. То есть он успевает собрать всё. Никакие у нас семена не стоят подолгу. То есть вот, выросло, да? Да, выросло. И сейчас буквально... Ну ладно, придётся немножко подождать, но он его соберёт. На самом деле, я даже не уверен, что надо будет улучшать. Но посмотрим. Сначала я хотел бы всё-таки построить портал в энд. Как же это делается? Мне казалось, что здесь это делается каким-то невероятным сложным образом. Но всё оказалось куда проще. Во-первых, мы делаем вот такую арочку. Рамочку, я бы даже сказал. Из обсидиана. Дальше. Делаем здесь небольшую ямку. Для нашего эндстоуна. И выставляем его. Казалось бы, а зачем нам 10 эндстоунов? Да всё супер просто. Нам надо его поставить ещё сверху. А на него эндрот. Теперь берём эволтир. И просто тыкаем. И смотрите, ребят. Это просто нечто. Ну, это самая красивая анимация создания порталов, которую я видел. Честно, ни в одном моде ещё я такого не видел. Не знаю, какое это добавляет. Но выглядит просто офигенно. Прыгать я туда, конечно же, пока не буду. То есть, эта комната специально состоит так отдельно, чтобы я случайно в него не запрыгнул. Я бы, на самом деле, здесь даже сделал калиточку. И посмотрим, может так и будет однажды. Но однажды нам так и так придётся сходить в энд. Но для этого я бы хотел сначала сделать какую-нибудь крутую эссенцию себе. То есть, например, инсениумную, кажется. Инсениум. Нет, не инсениумную. В общем, красную эссенцию, которая выпадает у нас с нашего иссушителя. Супремиумная, да, точно. Потому что броня из неё даёт нам бесконечный полёт креативный. И это то, что нам нужно для борьбы с драконом. Даже не то, что она умеет летать. Ладно, фиг бы с ней. Но вот то, что она даёт... Что это было? Отличную сопротивляемость. Вот это супер важно. И как же мы теперь это будем делать? Всё супер просто. Нам понадобится автокрафтер. А, да. Забыл отключить. Да-да-да. Естественно, все квесты, которые я здесь восстанавливал, пришлось немножечко почителить. Ну, надеюсь, мне это простительно. Потому что, ну, иначе было просто никак. Так вот. Мы сделаем автокрафтер. Причём сразу третьего уровня. Потому что нам понадобится много-много крафтов. То есть представьте, одну эссенцию в другую. Потом в третью, в четвёртую и так далее. Но для начала нам потребуется скрафтить мастер инфьюжн кристалл. Он делается из супремиумной эссенции, кристалла, ой, алмаза и четырёх просперити шардов. Всё это супер просто сделать, потому что, спасибо визорам, которых я также побил за кадром, супремиумной эссенции у нас полно. Нам понадобится четыре штучки. Также четыре просперити и один алмаз. Хоп. Да-да-да, один только, пожалуйста. Давайте его скрафтим. Всё. Зачем он нам нужен? Всё очень просто. Обычный наш кристалл со временем тратится. То есть по нему уже и так видно, что осталось 863 использования. Но у нас-то явно этих использований будет намного больше. И этот мастер, инфьюжн кристалл, он безлимитный. То есть работает бесконечно. Это то, что нам и нужно. И давайте заберём за него награду. Так. Всё. Кстати, лутчесты, естественно, я не открывал. Которые выпадали у меня с нового бетерквестинга. Потому что, ну, это читерство. Это уж совсем было бы некрасиво с моей стороны. Так, ну, всякая фигня, естественно, выпадала. Это ничего страшного. Так, ну, а теперь сам автокрафтер. Как он у нас собирается? Всё на самом деле довольно просто. Нам понадобится сначала машин фрейм. Который делается из железа, золотых наггетсов и лазурита. Давайте быстренько скрафтим его. До сих пор мне приходят всякие награды, достижения. За то, что я получил железо, получил алмазы. Прям, да, спасибо большое. Но это случилось уже очень-очень давно и так. Итак, как же сделать теперь первый? Нам понадобится два крафтинг тейбла и редстоун факел. Чтобы сделать второй, нам понадобится всё то же самое. Только посередине поставить первый. И так далее. Так что я, наверное, скипну этот момент. Чтобы вам не было скучно. И просто покажу уже результат. Третий автокрафтер готов. Но появилась всё-таки одна проблемка, ребят. Всё же энергия нам очень сильно понадобится. Потому что не вывозит. Ну, не вывозит магматик генератор. Так что нам понадобится сделать всё-таки водную мельницу. С помощью которой всё это будет немножечко работать побыстрее. Но, чтобы сделать водную мельницу, нам понадобится резонатор. Чтобы сделать резонатор, понадобится manual mill. Делается, на самом деле, здесь всё супер просто. Нужен только полированный камень. А чтобы сделать, надо поставить четыре камня просто вот так. Окей, давайте соберём всё, что нам нужно. Так, вроде собрал всё. Единственное, что из необычного здесь, это резонирующие кристаллы. Добываются они, на самом деле, просто в шахтёрском мире. Когда копаешь редстоун, они, ну, выпадают довольно часто. Хотя, нет, у меня всего шесть штук. На самом деле, на такое количество редстоуна, которое у меня здесь было... Сколько тут? Семь стаков. Ну, вот, примерно штук шесть-семи стаков. И то, мне казалось, даже у меня было больше редстоуна. Так что, ладно, штука может быть и не такая уж редкая. Ой, не такая уж часто встречающаяся. Ну, ничего страшного. Делаем обычный крафт. Здесь, вроде, всё довольно просто. А, только вот так ещё сделать надо. Да. Всё, manual mill готов. И вот теперь надо сделать этот самый резонатор. Он делается из блока угля, редстоуна, железа и, опять же, резонирующего кристалла. Здесь, в принципе, завязано на нём очень многое. Ладно, это уберём. Так, и железо у меня, наверное, заканчивается. Как так? А, у меня куча блоков. Всё окей. Так что проблем нет. И возьмём немножечко угля, который у меня здесь копится, на самом деле, беспроблемно. Это нитр. Как здесь оказался нитр, я не совсем понимаю. Ладно. Ничего страшного, пусть будет. Может быть, он однажды нам понадобится. Хотя, вообще не уверен, где нужен нитр. Так. И осталось сделать блок угля. Но это вообще без проблем. И резонатор. Всё. Теперь, надо куда-нибудь его впихнуть. Давайте впихнём его вот в этой стеночке, как раз, где у нас раньше стояли... Где стояла наша старая ферма мобов. Во. И теперь сюда надо положить, кажется, просто полированный камень. Да. Давайте его положим. А сколько нам его надо? А нам понадобится его намного больше. Так что, идём, сделаем немножко камня. Так, я сделал просто ещё один стак. И, ну ладно, целый стак, конечно, сюда не поместится. Это понятно. И теперь просто стоим, накручиваем. Не знаю, как долго это надо делать, на самом деле. Но здесь должна... Да, вот, пошла энергия. Надеюсь, сейчас всё не сбросилось. Но давайте просто посмотрим, как делается первый. И остальное, наверное, уже проще сделать за кадром. Так. Да, вот, красится. Супер. То есть, у нас из обычного полированного камня получается стонбёрнт. Таких нам понадобится сколько штук? Шесть штук. Ну, тогда постою немножечко, постою, так и быть. Так, даже слегка переборщил, потому что, оказывается, если просто нажать и отпустить правую кнопку мыши, то есть у меня руки сейчас свободные, не видно, конечно, но поверьте. Она сама крутится. Так что это не проблема, просто уводим мышку, и она выключается. В общем, сделал я восемь штук. Уже девять. И осталось сделать теперь саму водную мельницу. Нам опять понадобятся редстоун гиры. И наш резонетинг кристалл. Это не проблема. Давайте возьмём немножечко побольше редстоуна. Не настолько, конечно, но ладно. И нам понадобится восемь, получается, редстоун факелов. И так. И кажется, их надо просто собрать. Ну, давайте просто так сделаем. Да, хоп. И два готова. Всё. Мельница готова у нас. Сделать это было даже проще, чем я думал. Осталось только взять вёдра с водой, чтобы... А где у нас, кстати, вёдра? А, вот. Чтобы запитать её. Наверное, поставлю её прямо в той же комнате. У меня здесь где-то вот, да, бесконечный источник воды есть. Давайте от него немножко избавимся. Поставим вот сюда мельницу. Вокруг всё немножко надо подраскопать. Вот так. И теперь единственное, что надо сделать, это убрать воду здесь. Убрать воду здесь. То есть нам надо просто отключить наш бесконечный источник. Сделать его не бесконечным. И с другой стороны тоже налить воду. А, вот это я сделал зря. Надо было собрать эту воду. А то теперь придётся бежать за ней. Хоп. Поставили. И теперь-то уж точно должно быть всё окей. Да. Она вырабатывает уже Грит Пауэр. Который у нас пойдёт сюда. Но, чтобы это всё заработало, нам, естественно, нужно ускорение. У нас куча всяких ускорений. Я думаю, вот этот магический нам подойдёт. Давайте посмотрим, может ещё какие-то есть. Так, похоже... А, ну самый обычный есть. Ну, магический выглядит так, как будто он самый сильный из них. И, в принципе, я готов в это поверить. Не знаю, на сколько нам хватит его. Ну, то есть сколько штук нам понадобится вставить. Ну, давайте сбегаем, просто допосмотрим. Кстати, как видите, всё-таки не вывозит. Не вывозит. То есть у нас здесь уже куча всего подросло, а он не собирает. Так, давайте проверим тогда, насколько быстрее будет работать, если мы добавим... Два апгрейда. Три апгрейда. Четыре апгрейда. Не ломается пока? Сколько у нас тут? Грит Пауэр 10 из 16. Не сломается он, надеюсь, нет? Вроде... Вроде держится. И здесь идёт уже значительно лучше. Да, всё, он теперь идёт прям на максимальной скорости. Потому что никаких дёрганий нет. Не проседает энергия. Всё супер. Теперь он будет собирать намного быстрее. Проблема, конечно, остаётся. Он всё прям собирать не может. Но уже лучше. Так, ну и теперь то же самое... А, нет, не то же самое, а теперь разберёмся с нашим автокрафтером. Нам надо сделать для него... Получается... Сколько же крафтов нам надо для него сделать? Да кучу, на самом деле. Если бы я ещё помнил, как это делается. Но давайте так. Мы игнорируем редстоун мод. Всё правильно. И подвис Майнкрафт. Всё, отвис. Спид мод. Давайте сразу сделаем быстрый. Да, а почему бы и нет? И нам надо показать ему рецепты крафта. Давайте возьмём до весь инфериум, который у нас есть. И сделаем первый рецепт. Ставим сюда. Ставим наш инфузионный кристалл. И вроде бы надо положить сюда. И четыре вокруг инсениума. Инфериума. Аплай. И у нас готова прудентиумная эссенция. Так, но нам, похоже, надо её сразу крафтить ещё где-то. Потому что просто так это не работает, да? Что это значит? Значит, exit all, input all. Ещё бы я знал. Это хороший вопрос. Так. Ну, вроде так и остаётся. Или int. В input buffer. Не, нам так не надо. Давайте оставим вот так. Всё. Все они готовы. И теперь лишь вопрос. Как это должно работать? Я закидываю сюда. И что это происходит? Он выкидывает всё. Так. Нам такого не надо. Видимо, надо всё-таки поставить, чтобы выход был int. Давайте проверим. Что-то не так. Немножечко дайте ко мне подумать. Так. Вот теперь вроде всё работает. Я везде поставил int на выход. И давайте сбегаем. Возьмём себе немножечко ещё инферриумные эссенции. Уверен, у меня на мобоферме она уже накопилась. В хорошем количестве. Надо только её где-нибудь найти здесь. И да. Давайте... О, всё заберём. Сколько у нас тут? Несколько стаков скопилось. Супер. Так. И теперь надо лишь закинуть её внутрь. Давайте проверим, как это точно работает. Потому что самому интересно. Только, я думаю, первым надо всё-таки поставить кристалл. Потом инферриум, прудениум, супремиум. И вот так. Так. И закидываем. Так, так, так. И, как видите, всё перекрафчивается. Просто супер. Только как-то очень мало получилось, конечно. Всего три супремиума. Серьёзно. Так, мне кажется, что-то не так сработало. Давайте ещё раз закинем. Оп. А, и один супремиум. Ладно. Ну, что ж. Тоже что-то. В общем. Теперь. Нам надо сделать так, чтобы отсюда шла подача. Ну, в наш крафтер. Здесь всё супер просто. Так, я просто поставил айтем экстрактор. И парочку кабелей. Всё супер просто. Ну, а теперь наш Харвестер сразу передаёт всю инфериумную эссенцию автокрафтер. Всё. Теперь всё должно быть отлично. За исключением одного но. Я закрыл случайно здесь воду. Так. Надо её вернуть на место срочно. Иначе будут проблемы. Супер. Разобрались с ещё одной проблемой. Теперь у нас сразу же крафтится инсениумная эссенция. Позже мы сможем сделать себе офигенную броню. Не из неё, конечно. Но чтобы сразу летать. Хотя, кстати. Что делает нам инсениумная эссенция? Что даже из неё должно крафтиться? То есть есть же какая-то броня из неё? Нет? А. Смотрите-ка. Нет. Из неё даже нет никакой брони. Может меч какой-то супер крутой крафтится. 10 урона всего. Ребят, а зачем нам вообще нужна инсениумная эссенция? Кто-нибудь может объяснить? Я просто не совсем понимаю. Ладно. Ну, а за кадром я постараюсь сделать семена более высокого уровня. Потому что сейчас у нас, опять же, обычные тир-1 семена, которые отдают всего по одной эссенции. Естественно, это хочется поскорее ускорить. А для этого надо будет всё это улучшить. Ну, а сейчас мы займёмся немножечко всё-таки другими делами. Закончим уже наши генераторы. Что у нас там в первом? Нам понадобится 5 визор-скелета. Ой. 5 черепов визор-скелета. И Незер Стар. Остальное всё по стандарту. Так, я закрафтил сразу же 3 штуки. Потому что, ну, нам понадобится сразу 3 генератора делать. Так, ну, давайте начнём с первого. Нам понадобится вроде только редстоун. И... Да, я же упёр. Я же всё упёр. Так, давайте это выкидываем. И... Как ты у нас там крафтишься? Хоп. Всё. Готово. Забираем награду. О, супер. Незер Стар генератор есть. Остались у нас всего парочку. Чтобы сделать этот генератор, нам понадобится... Ага. Вот тут у нас и настигла первая проблема. Нам понадобится куча бумаги. Для этого нам понадобится куча тростника. А тростниковую ферму я как раз-таки удалил. То есть я просто всё сломал. И сделал на её месте инсениумную. Так. Хорошо. Давайте тогда закрафтить попытаемся нормальную ферму. Где-то у меня здесь лежал молоточек. Продолжение следует... Фууу. И наконец-то всё готово. Правда у меня осталось, оказывается, всего три тростника. Надо было как-то за этим внимательнее следить. И... Это было просто ужасно. Так. На самом деле я хочу переставить факела. Потому что здесь они, естественно, будут мешать росту наших тростников. тростников, надо просто сделать здесь такую вот стеночку, все на самом деле супер просто, и поставить факела уже на нее. Фу, пришлось немножко поработать, давно уже ничего так не просеивал, не ломал, потому что ресурсы как-то уже не настолько были нужны, даже не то, чтобы не настолько, а если они мне нужны, я просто ходил и копал их, потому что вот это вот все просеивание, это просто ужасно. Что у нас тут пока получается? Пока что все супер круто, все делается, все отлично, поле вспахано, прям отлично, прям красиво, все супер. Так, но также у нас есть еще пинг-генератор, который мы с вами тоже еще не сделали, ладно уж, подождем, пока у нас сделается много тростника, но вот пинг-генератор, это на самом деле уже не такая большая проблема, потому что это просто костная пыль и красный краситель, красный краситель получить вообще не проблема, и даже у меня где-то кажется валялось, да, один пинг и один красный краситель, о, и даже немножечко розочек, не знаю, даже нет смысла в крашер на самом деле их пихать, а, хотя здесь есть немножко энергии, так что ладно, пусть поработает крашер. Нам понадобится с вами раз, два, три, четыре, пять, шесть розовых красителей, один у нас есть, так что нужно всего пять, а для этого понадобится четыре роз, красных красителя, так, знаете, у нас получается все есть, давайте сейчас сделаем это, так, теперь нам понадобится костная пыль, она у нас точно здесь где-то валяется, так, ну ладно, может и не сама пыль, но уж кости точно там должны быть, все, забираем, крафтим, и готово, а, она еще и по две делается, ну ладно, будет лишнее, нет, наоборот, лишним не будет, так, и, кстати, можем сразу же взять четыре ниточки, потому что, как я помню, крафтится все, да, довольно просто, раз, и готово, так, и все, что нам осталось, это из обычного генератора сделать розовый генератор, не знаю, на самом деле, на чем он работает, даже идея не для, но я так понимаю, на чем-то просто розовом, это звучит максимально логично, но, но в то же время совсем не логично, ну ладно, давайте проверим просто, так, крафтим, и все, все, еще один генератор готов, осталось совсем чуть-чуть до супер генератора, на самом деле интересно даже, как он крафтится, не буду пока себе спойлерить, но, мне кажется, это будет что-то довольно интересное, так, ну и предлагаю напоследок пооткрывать как раз все, что нам навыпадало, так, и это какой-то чарм на майнинг АОЭ, интересно, он, видимо, вставляется, да, во что-то, и копает кирка или лопата по области, прикольно, инваровый молот, супер, кстати, для тех, кто интересуется, почему у меня все в инвентаре всегда починено, как будто я ничего не использую, за это спасибо вот этому талисману, который я нашел в аду, да и всем остальным, кстати, они просто шикарные, особенно вот этот Эйр Чарм, я могу в нем уже летать, так что, ну, на самом деле, не сильно мне нужна броня для полетов, больше она мне нужна все-таки для того, чтобы просто быть неуязвимым для дракона, ну и нам все равно надо подготовить меч. Так, и я предлагаю открыть для окончания, чтобы уж на хорошей ноте, парочку легендарных лутбегов, давайте возьмем себе несколько штучек, раз, два, три и четыре, пусть будет, сколько поместилось, так, правда, конечно, в инвентарь ничего не помещается, ну, ладно, уже не страшно, а, ну давайте поставим, кстати, наши генераторы, а то что, я-то их в инвентаре храню, надо поставить их на свое законное место, вот сюда один, и, ну, давайте, черный будет отдельно, не расизм, ни в коем случае, просто самый мощный генератор, так, и открываем теперь лутбеги, гроу-кристалл третьего уровня, это, на самом деле, то, что нам нужно, потому что мы можем заменить где-нибудь воду, например, вот здесь, раз, на этот гроу-кристалл, теперь расти все должно, на самом деле, намного-намного быстрее, надеюсь, так и будет, что еще, какой-то саммон медальон и маноперл, ладно, еще, о, визор черепа, это классно, штанишки, кстати, которых у меня теперь нет, шанс куб, и еще один саммонинг, что-то там, окей, тоже пусть будет, не сильно нужно, но интересно, что это такое, хранит ноль энтитис, а, я так понимаю, может, нет, просто так забрать не получится, ну, ладно, я бы пытался, так, и последний, и еще немножечко алмазненьких вещей, окей, давайте, оп, нагрудник сразу наденем, а то у меня вообще ничего нет, так, ну, и на этой ноте, предлагаю закончить серию, всем спасибо за просмотр, оставляйте свои комментарии, пишите, говорите, что вам нравится, что не нравится, эндермен, что ты делаешь, нет, эндермен сварился, ух ты, у нас теперь действительно здесь есть кровь, ха, круто, ладно, так вот, оставляйте комментарии, ставьте лайки, пишите, что вам нравится, что не нравится, что лучше изменить, или, не знаю, оставить, и берегите свои аккаунты, иначе их тоже могут увезти, без шансов на восстановление, но, а всем до скорых встреч, всем пока!